Дорогие коллеги, рада вас приветствовать, я хотела бы поблагодарить предыдущего спикера Юлию, потому что тот доклад, который она сделала, очень откликается с той темой. Звук есть? Отлично. Спасибо большое за обратную связь. Я еще раз приветствую всех участников этой конференции. Благодарю организаторов за эту уникальную возможность обмениваться опытом и делиться своими какими-то инсайтами, открытиями и обсуждать с вами. Я хотела бы также поблагодарить предыдущего спикера Юлию, потому что та тема, которую она подняла, она очень прикликается и с моей темой доклада. Я так слушала Юлию и проверяла, насколько верно я назвала именно свою презентацию. Действительно, коучинговый подход в рамках образовательных программ. Ну и я хотела бы представиться. Меня зовут Александра. Я начальник учебно-методического отдела Московской высшей школы инжиниринга, которая занимается программами повышения квалификации и переподготовки. Также я являюсь преподавателем этой школы. И я бы хотела немножко вас погрузить в то направление деятельности, которым занимается наша школа, а именно это программа обучения для управленческого звена производственных предприятий. Это и краткосрочные, и долгосрочные программы, и самая долгосрочная программа в 10 месяцев для работающих сотрудников и управленцев. Это очень длительный срок, но мы уже видим результаты своих трудов и хотим продолжать в том же духе, даже лучше. Что важного в наших программах в том, что мы обучаем людей, которые непосредственно работают, и у них достаточно ограниченное количество времени для вообще получения образования и обучения. И также мы практикуем такую методологию, как дуальный подход. Собственно, сам термин пришел к нам из Германии, но тем не менее, кажется, это как-то перекликается с тем наставничеством, которое было и, скажем так, на этапе Советского Союза, когда профессиональные учебные заведения отправляли своих студентов на практику. Ну и что еще важно, что мы передаем не только профессиональные компетенции слушателям, но и междисциплинарные компетенции, которые подразумевают не только развитие профессиональных навыков, но и личных компетенций, таких как эффективное общение, какие-то другие социальные компетенции, возможно, правильные презентации, успешная организация своего рабочего времени и так далее. Насколько вы сталкивались с этим в своей практике, то есть именно обучение уже профессионалов? Отлично. То есть здесь собрались мои коллеги. Очень приятно. Ну и я бы хотела озвучить те проблемы, с которыми, те потребности наших клиентов, которые нам приходится решать в ходе обучения. Это серьезная мировая динамика вообще в экономике и в том числе в развитии промышленности. Это нестандартный и интегральный подход к решению профессиональных задач. И сейчас мы очень часто слышим такое слово, как инновации, развитие креативного мышления и так далее. Так вот, динамика, она обуславливает проявление именно вот этих запросов. Нужно быстро развивать бизнес, быстро реагировать на новые вызовы и при этом проявлять, скажем так, не линейный подход, а некую креативность. И все время решать задачи с помощью каких-то новых инструментов, более эффективных инструментов. Ну и кроме того, это те навыки, которые я уже озвучила, это личностные компетенции. Ну, прежде всего, навыки коммуникации эффективны. Как же это отражается на наших программах? Ну, во-первых, к нам приходят слушатели, которые, собственно, обучаются по заказу работодателей. Я уже говорила о том, что они заняты своей текущей производственной деятельностью. И очень часто у них наблюдается отсутствие мотивации. То есть это люди, которые не сами пришли обучаться, а которых предприятие отправило. Ну, потому что у них есть план или какие-то задачи, или новые цели. Кроме того, к нам приходят люди уже с определенным статусом и определенной возрастной категории. Хотя тут я должна оговориться, что, в принципе, управленческое звено, оно очень серьезно молодеет. И, скажем, возрастные границы, они смещаются, да, в более ранний возраст. И что для нас еще более актуально, это новые компетенции лидеров, а именно, да, управленческое звено, это все-таки лидеры в нашем неспокойном мире. Поэтому мы должны решать такие моменты, как именно гибкость и понимание взаимосвязи, да, почему происходит такое следствие, по какой причине, да. И как это мы можем дальше использовать в текущей деятельности. В связи с этим мы разработали определенную модель обучения, исходя из того, что нам нужно решить несколько задач. Ну, во-первых, эффективно построить процесс обучения, это первый такой блок задач. И второй момент, это все-таки проработать вот эти личные барьеры, да, и как-то повысить мотивацию именно в обучении этих сотрудников. Что здесь важно? Ну, важно выявить, да, насколько высока мотивация, когда конкретно человек приходит к нам обучаться. Что нам здесь помогает? Конечно, элементы, коучинговые инструменты. И здесь мы выявляем, насколько вообще сильно человек заинтересован, какие у него вообще личные цели есть. И постараемся в этом случае сделать цели более ясными для него, да, прояснить для него, что же он здесь делает. И соединить вот эту цель, успешное прохождение образовательной программы вместе с его какими-то личными амбициями и развитием профессиональным. Кроме того, коучинговые инструменты в данном случае нам помогают снять вот эти ограничения возрастные и статусные, да, то есть, ну, снять погоны. И в данном случае они являются, на наш взгляд, наиболее эффективными, потому что сразу погружение такого слушателя в группу, оно не дает результата именно в образовательной деятельности. То есть, человек, он не может выйти из своего статуса, из своей роли, которую он занимает на производстве. И в связи с этим у нас возникают сложности, и сложности возникают не только у нас, как у преподавателей и тренеров, но и сложности у всей группы, где человек общается из определенной точки, из определенной роли. Далее, другой блок, я продолжу вот с мотивацией, далее мы отслеживаем, да, насколько происходит трансформация у человека, и это происходит каждый модуль. Поскольку вот наши программы, они имеют модульную структуру, то есть, раз в месяц наши слушатели приезжают на очные модули, то вот каждый модуль, мы с ними общаемся и вновь оцениваем, ну, насколько произошла эта трансформация, да, насколько человеку комфортно, насколько эффективно он может обучаться и достигать вот этой цели образовательной программы. Далее, что мы делаем еще в ходе самого образовательного процесса? Сам образовательный процесс мы также строим с учетом такой, ну, скажем, такой обучающей модели, это коучинг, тренинг, коучинг, да. То есть, на первом этапе мы используем такие инструменты, как постановка цели, ну, используем разные инструменты, при этом мы проясняем цели и результаты конкретного модуля обучения. Также мы используем коучинговые вопросы, чтобы сделать процесс обучения более осознанным, вовлечь наших слушателей и выявить их скрытые запросы в профессиональном плане. Далее, следующий этап самого тренинга, мы идем по принципу рассказ, демонстрация и практика, поскольку мы должны выдавать некий сегмент теории, да, и потом закреплять ее уже в текущей компетенции. Как это происходит, то есть, знание, оно никогда не придет в практическую составляющую, если мы не пройдем, ну, то есть, это физически не проделаем. Соответственно, практика и демонстрация – это очень важный элемент нашего обучения. Чтобы практика, чтобы практика, чтобы практика, была наиболее эффективной, мы используем разные форматы. Разные форматы в плане объединения слушателей в группы, индивидуальные задания, общегрупповые задания, это деловые игры, это решение кейсов. И, кроме того, в данном случае мы отслеживаем, насколько наш слушатель может проявлять гибкость. Насколько он готов проявлять себя персонально. Здесь мы как раз можем отслеживать его сильные и слабые стороны. Мы можем отслеживать, где у него, где зоны развития слушателя. И также мы можем создавать благоприятные ситуации для того, чтобы поддерживать слушателя, поддерживать его уже статус, его какие-то характеристики личности, которые важны в его рабочей ситуации. Кроме того, после практического задания у нас всегда идет обсуждение, что дало это упражнение, какой результат они получили, что было полезного, что они унесут с собой занятия, что принесут в свою деятельность. И на третьем этапе обучения мы обсуждаем общие результаты образовательного модуля и выявляем, какие же были препятствия, что же помешало, может быть, получить максимальный результат. И мы также обсуждаем пути переноса этих навыков в свою производственную, профессиональную деятельность. Обсуждаем, какие ресурсы для этого потребуются. Кроме того, что мы еще практикуем? Это проектная деятельность. Это отображение как раз самого дуального подхода в обучении, о котором я говорила в начале презентации. Что здесь важно? Мы связываем вот этот элемент образования с его текущей деятельностью. То есть всегда интереснее делать то, что непосредственно касается тебя. Мы интегрируем теорию в его текущие задачи. Таким образом, наш слушатель получает большую мотивацию, потому что он чувствует, что его обучение уже не оторвано от реальности. Оно применимо и оно уже дает результаты и свои плоды. И таким образом снимаются дополнительно эти барьеры с препятствием и так далее. Ну и кратко, вот вы видите модель, изображенную схематично. Я бы хотела обратить свое внимание на то, что есть вот вход, да, и есть выход. И на протяжении этого периода получается несколько таких этапов, когда мы вводим слушателя, как же будет происходить обучение, да, выявляем его цели, снимаем ограничения, когда он обучается, то есть производит какие-то действия. И затем мы отслеживаем, какой же прогресс у него получился, что мы имеем в итоге, и что ему мешает в его, в этом пути, да, в кончании программы, получении новых компетенций, какое сопротивление есть внутреннее или внешнее. И далее мы проговариваем с ним, что же можно делать по-другому. То есть мы нацеливаем на позитивный результат, с учетом того, что у него уже есть очень много ресурсов, и в то же время есть еще очень много вещей, которые он может узнать и применять. Ну и на выходе мы получаем некого слушателя уже с новыми компетенциями, и слушателя, которые более осознанно относятся и к процессу обучения, и к процессу своей деятельности. То есть происходит трансформация. И это слово то, что мы слышим как раз от наших слушателей, когда происходит обратная связь, когда мы подводим итоги, что же получилось. И вы знаете, вот наши слушатели, они делятся тем, что они, когда приходят, они не осознают того блага, которое они могут получить в ходе обучения, да, а на каком-то этапе, ну там, скажем, после вот такого четвертого или пятого, после прохождения половины, наверное, программы, они понимают и осознают, что у них внутри происходят изменения, которые влияют и на их личную жизнь, и на профессиональную деятельность, и на их карьерный рост. Денис, прочитала Ваш вопрос. Я сейчас говорю о применении коучинговых инструментов образовательной деятельности. И эти инструменты применяются в ходе обучения по нашим образовательным программам. Если я ответила на Ваш вопрос, подтвердите, пожалуйста. Друзья, если у Вас есть вопросы, Вы задавайте, пожалуйста, потому что для меня это такой новый формат, первый раз участвую в такой конференции, поэтому есть элемент волнения. Отвечая на Ваш вопрос, что, собственно, коучинг, то мы говорим здесь все-таки о коучинговом подходе, об элементах, потому что наша школа, она не занимается коучингом в чистом виде, она занимается все-таки образованием. И нам важно не просто помочь слушателю как-то лично трансформироваться, но важно еще и ему приобрести профессиональные компетенции. Это тот продукт, который мы продаем, и за который платит работодатель. И отвечаю на Ваш вопрос. Любовь, это утверждение или вопрос? Спасибо, Денис. Спасибо, Любовь. Друзья, если было что-то непонятно, или Вы хотите уточнить, я с радостью поясню. Спасибо. Ну, и я хотела бы от Вас тоже услышать, насколько эта модель применима в Ваших ситуациях, в Вашем контексте, и сталкивались Вы с такими же вызовами. Денис, мы планируем с этого года, потому что это был элемент сертификации, сейчас сертификация пройдена, и мы планируем этот момент учитывать. В группах интерактив, конечно, обязательно есть. И, кстати, вот именно коучинговые вопросы, они очень помогают усилить эту составляющую, и сделать лекции не скучным изложением материала, а такой беседой, и они позволяют выявить все-таки потребности, запросы и вообще видение наших слушателей. Практикумы у нас бывают в разных группах, это могут быть не тройки, это могут быть и более крупные группы, то есть это может быть группа и 6 человек, например. Но мы очень четко отслеживаем тот момент, насколько слушатели вовлечены, когда они работают в группе. То есть мы делаем так, чтобы каждый участвовал, да, то есть у нас нет таких слушателей, которые могут просто отсидеться. Мы выявляем их ограничения в этот момент. Занятия мы проводим каждый день в течение недели, и вот эта неделя очного обучения, она повторяется раз в месяц на протяжении 10 месяцев. Друзья, у меня тоже вопрос, ну, насколько вот иллюстрация предыдущей презентации и иллюстрация нашей работы, она откликается в вашем случае, в вашей деятельности. Мне было бы очень интересно обменяться с вами мнениями. Наталья, спасибо большое за поддержку. Спасибо, Денис, за ваши вопросы и вовлеченность. Ну что ж, друзья, спасибо большое за то, что вы выслушали, за то, что вы задавали свои вопросы. Я также открыта для общения. На экране вы видите мои контакты. Я благодарю вас еще раз за внимание и очень буду рада обменяться мнениями в формате ежедневного общения. Домашние задания делают, это и есть проектная работа. То есть, то, что они получают на занятиях, они потом реализуют у себя на производственных предприятиях. И пишут отчет. Спасибо большое, желаю вам успехов. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое организаторам за такую возможность. И за это... Спасибо. 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 Спасибо.